Танец Давида Танец Давида Танец Давида И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Милхоле «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, «Пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Размышления, часть первая. Публичное поклонение. Второе царство, шестая глава, шестнадцатого по девятнадцатый стих. Возвращение в город Давида, Божие присутствие, символизируемое ковчегом завета, достойно празднования и всяческой благодарности. Вот почему Давид устраивает жертвоприношение и без стеснения танцует перед всеми. Присутствие Божие – благословение для его народа. Но жена Давида, Милхола, не участвует в этом праздновании. Она лицетворяет собой падший режим ее отца Саула, и тот факт, что Давиду даже не нужно было свергать этот режим, чтобы заявать царство. Ему достойно было присутствие Божьего. Его танец у всех на виду раскрывает нам его истинное сердце поклонника, а главное – провозглашает важную истину. Бог достоин самого необычного поклонения. Давайте же славить Господа всем, что у нас есть, и не только на людях, но и в личном общении с Ним. Что вы делаете, чтобы никогда не забывать о Божьей благодати и Его присутствии в вашей жизни? Как вы выражаете свою радость от близости Господа? Милхола язвит по поводу того, что Давид выставил себя на посмешище пред народом. Конечно, важно помнить, что в разные культурные приняты разные формы поклонения, но факт остается фактом. Поклонение Богу в любой момент может вызвать у кого-то неадекватную реакцию, насмешки, а то и ненависть. Но еще важнее понимать, по какой причине мы ведем себя во время прославления именно так, а не иначе. Если мы сдержаны, то из-за чего? Из-за благоговения перед Богом? Или от желания выглядеть хорошо в глазах других? Если расслаблены, то это потому, что хотим быть искренны перед Богом, или мы просто подчиняемся нормам культуры? Как бы мы не вели себя во время поклонения Богу, самое главное, чтобы это было ради Него самого, а не ради того, чтобы произвести впечатление на публику. Насколько ваша внутренняя жизнь соответствует внешним проявлениям поклонения? Как? Во время общего поклонения вы находите баланс между искренностью перед Богом и уважительным отношением к окружающим. Молитва. Бог Всевышний, благодаря Иисусу я имею возможность обращаться к Тебе, как к Своему Небесному Отцу. Ты обещал никогда не покидать и не забывать нас. Взрасти в моем сердце детскую веру, чтобы я бежал к Тебе, танцевал для Тебя и заботился лишь о том, что Ты думаешь обо мне. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok